Здравствуйте! В эфире национального телевидения «Чувашия» и «Бизнес-среда» в студии Татьяна Молокова. Сегодня у нас в гостях генеральный директор акционерного общества «Тароупаковка» Олег Таланов. Олег Борисович, здравствуйте! Здравствуйте! Олег Борисович, давайте поговорим немножко о вашем предприятии, о том, в какой бизнес-среде сейчас оно находится. Благоприятный, неблагоприятный, хороший, нехороший. Обсудим планы на будущее, какие-то, может быть, перспективы. Скажите, пожалуйста, к какому разряду предприятия относится «Тароупаковка»? «Мелкая», «Средняя», «Крупная»? Каковы финансовые показатели? По количеству работающих или по среднеспечительной численности мы относимся к предприятиям среднего уровня. А по выручке, ну, наверное, чуть больше среднего уровня, наверное, так. Сколько человек у вас работают? 220 человек работают чисто на нашем предприятии, а если еще и смежные взять, около 300 человек. Угу. Олег Борисович, сейчас очень важное значение имеет, скажем так, средняя зарплата. Да, очень многое измеряется по уровню средней зарплаты в экономике. Какая средняя зарплата на вашем предприятии? На сегодняшний день средняя зарплата у нас 24 тысячи рублей, там, ну, с небольшими сотнями рублей. Она чуть-чуть выше, чем средняя по региону. Угу. Олег Борисович, ну, вот для многих, наверное, несколько неожиданным будет узнать профиль вашего предприятия. Называется «Тароупаковка». Вы изготавливаете упаковку, да, я так понимаю? Да. Чем конкретно занимается? Какую упаковку вы изготавливаете? Акционерное общество «Тароупаковка» изготавливает гофротару. Это вот, если сказать так, в общем. А более подробно, это значит, мы производим гофрокартон трехслойный, пятислойный гофрокартон у нас, линия по производству гофрокартона. Это такое довольно мощное сооружение. Это длина этой линии 85 метров, ширина около 4 метров. Вот. Потом из этого гофрокартона мы изготавливаем гофротару разную. Это и стандартные гофроящики, которые в магазине многие, наверное, видели. Четырехлапанные, которые закрываются клапана сверху и снизу. И выпускаем еще гофротару сложной конструкции. Это тара, которая отличается от стандартной своим внешним видом. Это и лотки всевозможные. Даже вот прямой пример. Многие, наверное, видели в городе Чебоксары. Ящички такие из микрогофрокартона, пицценик, например. Это тоже наша продукция. Всевозможные лотки для сметаны, для молока. Это тоже наша продукция. Лотки, ящички, коробочки. Все это делается из картона, гофрокартона, микрогофрокартона, трехслойного картона и пятислойного гофрокартона. То есть картон, эти ящики, они бывают разные. Они разные. Причем они выпускаются индивидуально для каждого потребителя, для каждого предприятия. Одинаковых ящиков практически, кроме стандартных гофроящиков, одинаковых не бывает. Во-первых, они по размерам отличаются, по форме отличаются и по логотипу. То есть наносится логотип того потребителя, который в них запаковывает свою продукцию. И на них наносится, на этих гофроящиках или гофротаре наносится еще и то, что находится внутри этого ящика. То есть кто туда продукцию свою положил и что туда положил, в каком количестве положил. То есть вы у себя на предприятии мало того, что делаете картон, прессуете каким-то образом, склеиваете, ящики складываете и наносите, грубо говоря, логотипы ваших партнеров. Называется печать. Печать. Печать, она бывает одноцветная, двух-трехцветная. И с помощью вот этой печати мы отображаем логотип потребителя и содержание продукта в этом изделии. То есть это вы делаете? Это мы делаем, печатаем мы. Хорошо. Для кого вот вы делаете эти ящики? Грубо говоря, вот пришел в магазин, ага, вот это на тару упаковки, это у нас сделано, это в Чуваксарах, это на тару упаковки. У нас, ну, скажу так, что наше предприятие производит гофротару в основном для двух отраслей промышленности в нашей стране. Самое из них важное для нас – это пищевая промышленность, и второе – это легкая промышленность. Конечно же, в магазине вы можете увидеть нашу тару, но не всегда вы узнаете, наша она или не наша, потому что не каждый наш потребитель хочет, чтобы на ней отображался значок того, где ящик сделан, где эта тара сделана. Ну, это коммерческие вопросы, коммерческие тайны и так далее. И в итоге не везде указано, хотя на многих, вот взять, допустим, нашу фабрику «Аконт», передовое предприятие в России, я считаю, мы очень горды тем, что мы работаем с ними, являемся одними из главных их поставщиков гофротары. У них требование, чтобы мы печатали свой такой маленький квадратик. Кто сделан? ГОСТ. Ну, согласно по ГОСТу, информацию, которую нужно отобразить производители этой тары, мы ее отображаем. А вот вы говорите, потребитель, наш потребитель. Ну ведь кто ваш потребитель, кроме «Аконт» и молочной промышленности? Это предприятие Чувашской республики или вот где-то далеко мы можем увидеть вашу... Специфика нашего бизнеса такова, что в основном возможности наши и круг наших интересов, это находится в радиусе 500 километров от нашего предприятия. Почему? Потому что наша продукция легкая, по цене не очень дорогая. Вот Еврофур, это стандартный транспорт, которым мы поставляем нашу тару, нашу продукцию, в нее входит примерно 10 тонн гофротары или 20 тысяч квадратных метров гофрокартона. Фабрика «Аконт» потребляет в день примерно столько, а то и больше бывает даже. По две, по три фуры у них в день мы отгружаем продукцию, а сами мы выпускаем, если в тоннах сказать, то мы выпускаем примерно 1600 тонн гофротары в месяц. 1600 тонн. Или 3,5 миллиона квадратных метров гофротары, если измерять, или в тоннах, или в квадратных метрах. Ну и, наверное, все это не залеживает? Это все расходится по потребителям? У нас она не может тару залеживаться, потому что по одной простой причине, что мы делаем все только по заказам. Она индивидуальная, ее на склад не наделаешь, чтобы она там лежала и кого-то там ждала. Она вся вот именно с логотипом, с названием, с номинованием, с содержанием. В итоге мы только работаем по заказам. Как вот в швейном ателье приходит человек, заказывает себе, допустим, какое-то изделие швейное, ему пошли, он взял, ушел. Упаковочное ателье такое? Упаковочное ателье, да, можно так сказать. Олег Борисович, ну вот вы сказали, что у вас радиус 500 километров. А есть подобные предприятия в других регионах? И в чем ваше преимущество? Предприятия такие, подобные, они есть в каждом регионе. Даже в некоторых регионах их по несколько штук. Вот взять Нижегородскую область, там их минимум три. Взять Татарстан, там их, ну, около десятка предприятий. Ну, может быть, Ульяновск, Самара, там, я не знаю, Нижняя Марийская республика, там поменьше. Но везде они есть. Даже в нашей республике есть еще два предприятия, но они не производят гофрокартон. Они покупают готовый и делают гофротар уже на оборудовании, которое именно и позволяет делать гофротару, а не позволяет делать гофрокартон. Сложно очень на рынке, конкуренция высокая на нашем рынке, в нашей области или отрасли. Загруженность предприятий примерно 70% всего от максимального. В итоге, конечно, все работают очень активно. Естественно, цена от этого не растет, только падает. Работаем мы на пределе рентабельности. Можно даже сказать, что мы почти ничего не зарабатываем в последнее время, учитывая еще сложные времена сегодня экономические. Но выживаем, выживаем. Какая-то господдержка вам требуется со стороны Министерства экономического развития? Финансовая поддержка, консультативная? Получаете ли вы ее? Ну, поддержка, конечно, всегда нужна. И консультативная, и рекламная, и финансовая. Мы недавно обратились в Министерство экономического развития Чувашской республики. Там есть программа помощи малому и среднему бизнесу, работающим в сфере производства. И нам оказана поддержка в размере 50% стоимости покупки нового оборудования. Вы купили новое оборудование? Да, импортное. Сегодня, сами понимаете, что очень высок курс доллара. Если бы мы два года назад покупали это оборудование, нам обошлось, допустим, бы в 7 миллионов рублей. Сегодня это 14. Но вот эта поддержка нам позволила купить по курсу доллара, который был два года назад. То есть ровно половину нам возместили. Ну да, и стать более конкурентоспособными. Конечно, конечно. Нам приходится выживать, и много приходится делать для того, чтобы в этих сложных условиях, при такой конкуренции, выжить. Олег Борисович, вот вы сказали, что сфера интересов вашего предприятия – это не только изготовление картона, изготовление гофрокартона, но еще и сельское хозяйство. Да. Почему вот такое направление, и что это за предприятие у вас, в ваших интересах? Ну, во-первых, почему мы как бы свои силы бросили на развитие сельского хозяйства? Ну, две причины основных. Первая – это вот в последнее время большое количество передач по центральному телевидению. Это и контрольная закупка, и большой обман всероссийский, когда мы едим, не знаю, что мы едим, и где-то выращено, и что внутри. Поэтому хотелось, чтобы люди нашего предприятия, ну, и близкие мне люди, и сам я лично, чтобы мы питались экологически чистыми продуктами питания. Это первая причина, почему мы начали заниматься сельским хозяйством. Вторая, немаловажная причина, на мой взгляд, это, есть такое понятие, социальная ответственность бизнеса, вот, я бы сказал, в том числе и за село. Потому что сегодня на селе очень трудно развивать все направления сельского хозяйства без поддержки города. Потому что, ну, во-первых, кадров не хватает, финансов не хватает, а при поддержке города мы и людей своих туда посылаем, и посылали раньше для того, чтобы там поднимать это производство, восстанавливать его. Мы и финансами помогали, и помогаем, вот, наконец-то мы выходим на уровень, где помощь наша уже там не нужна, а предприятие уже автономно плавает по просторам. Давайте скажем, что это за предприятие, чем вы занимаетесь и куда вы отправляетесь. Это село Сиява, Порецкий район, ферма у нас там, СХП Сиявское называется, мясомолочное направление, разводим мы коров для получения молока, ну и, конечно, мяса, потому что не всегда появляются одни телки, появляются и бычки. То есть, я так понимаю, что на площадях заброшенного колхоза вы восстановили и начали работать? Там был раньше СХПК, кооператив Сиявский, который, ну, уже практически его не было. Ну, вот мы подняли упавший флаг этот, и сегодня он развивается довольно так это бодро. Ну, и сельскому хозяйству тоже в Порецком районе помогает? 20 человек работающих там у нас, около 200 голов скота к концу года, думаем, сейчас приплод у нас идет, я думаю, что около 270-80 голов у нас к концу года будет. То есть, можно быть уверенным, что молоко от коров СХП Сиявское поступает на заводы Чуаши? Оно поступает. Мы раньше сдавали его, пока вот у нас работал молокозавод в Чебоксарах, мы сдавали прямо на молокозавод. А то сейчас его не стало, фирмы «Данон», то мы его отдаем уже людям, которые, ну, есть люди, которые покупают молоко, ездят по селам, вот мы также его отдаем в их надежные руки, и попадает оно в какие-то предприятия молочные, молока производящие на территории республики. Олег Борисович, ну тогда давайте озвучим планы на будущее и тары упаковки, и сельхозпредприятия. На будущее, значит, с малого начнем, сельхозпредприятия выйти на уровень 200 голов до иного стада. Тогда мы сможем купить свою машину, молоковоз, и уже самим развозить его по молокопредприятиям. В итоге будет нам дешевле и прибыль будет больше. По тару упаковки у нас задача поставлена даже на этот год, выйти на 5 миллионов квадратных метров производства гофротары в месяц. Сегодня мы имеем показатель 4 миллиона 200, то есть увеличить на 20% выпуск гофротары в месяц. Ну, наверное, с новым оборудованием-то и получится. С новым оборудованием, с диверсификацией производства мы выпускаем такую тару, которую у нас в России выпускает 1-2 предприятия. Это гофротара с силиконовым покрытием. Мало кто знает о ней, но она есть, и мы ее можем делать, и имеем даже награды на выставке Росупак России 2005 года. Отлично. Ну, дай Бог, чтобы ваши планы сбылись, ваш бизнес процветал, и действительно, рынок был к вам более милостив, благосклонен. Спасибо большое за беседу. Спасибо. Напомню, что сегодня в программе «Бизнес-среда» мы беседовали с генеральным директором акционерного общества «Тару упаковка» Олегом Талановым. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин